Друзья, такого вкусного, ароматного домашнего кваса вы еще не пробовали никогда. Обещаю, после того, как вы попробуете квас, вы забудете все свои рецепты кваса навсегда. Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить домашний, натуральный, ароматный, вкусный, пьяный, янтарный квас со вкусом детства, без дрожжей. Все ингредиенты есть у вас под рукой. Понадобится сахар, подсушенный хлеб, у меня это бородинский и немного изюма. Квас делать будем в трехлитровой банке. Закипятите 3 литра воды и пусть немного остынет, градусов до 80. А пока вода закипает, давайте нарежем бородинского хлебушка. Квас из него получается очень вкусный. Также можно использовать любой белый хлеб, черный, какой вы захотите. Нарезаем хлебушек кубиками и нам нужно его подсушить. Я подсушиваю немножко в микроволновке, ставлю на 2 минутки и хлеб готов. Если не высох, включаем еще на 2 минуты. Это быстро и удобно. Также можно подсушить хлеб в духовке. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Следите за тем, чтобы хлебушек не сильно подгорел, так как квас будет горчить. Кладем в бутылек 120 грамм сахара или 4 столовых ложки. Заливаем немного воды и размешиваем сахар до полного растворения. Далее в ход идут сухарики. 300 грамм. Заливаем водой, но не до верха, немножко оставляем место, так как квас будет очень хорошо бродить. Теперь ждем, когда квас немного остынет до температуры 40-45 градусов. Бросаем 10-12 штучек изюма. Мешать квас не нужно, пусть так и остается с хлебушком, но следите, чтобы изюм провалился. Накрываем марлей и одеваем резинку. Отправляем квас в теплое, темное место. Посмотрите, квас уже потемнел, стал темного красивого цвета. Где-то на 2,5-3 дня. Все зависит от температуры. Чем выше температура, тем быстрее квас созреет. Ну что ж, прошло 2,5 дня. Посмотрите, какого красивого янтарного цвета наш квас. По сухарикам видно, что брожение идет в полную силу. Надбираем в какую-то емкость наши сухарики. И далеко не убирайте, нам еще они пригодятся. Переливаю квас в пластиковые бутылки. Вы можете перелить в стекло или оставить в бутыльке. Но фильтровать его обязательно. Я буду переливать с помощью лейки, кладу марлию и потихоньку идет процесс. Посмотрите, какой красивый квас янтарного цвета. Это просто сказка. А запах... Ммм... Кладем в бутылку 3-4 штучки изюма. Закручиваем бутылку и отправляем в холодильник на сутки. Чем больше квас будет стоять в холодильнике, тем более он будет газированный и такой ядреный. Я бы даже назвал его пьяный квас. У нас осталось в бутыльке немного осадка. Кладем в нашу закваску оставшийся хлебушек. У меня есть немного белых сухарей, черных. 2 ложки сахара и заливаем кипяченой водой. Одеваем марли и резинку. С той закваски у меня получилось еще 2 бутылька. Друзья, поделюсь еще одним рецептом кваса. Сделайте все то же самое, что мы делали с вами. И добавьте 1 чайную ложку сухих дрожжей. Получится немножко другой вкус и другой квас. И какой квас вам понравился больше, обязательно напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. И так можно делать еще несколько раз. Сутки прошли. Ароматный, вкусный, домашний, натуральный, газированный, пьяный квас готов. Угостите этим чудо-напитком своих друзей и знакомых. И они будут умолять и просить поделиться этим рецептом. Вкус этого кваса получается кисло-сладкий. Если вам не хватает сладости, вы можете ложку сахара еще добавить. У каждого свои вкусы и предпочтения. Друзья, попробуйте обязательно сделать такой пьяный квас. Этот ароматный напиток утолит вашу жажду в жаркий день. Согреет душу и поднимет настроение. Поделитесь этим рецептом с друзьями, близкими, знакомыми. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.